В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Слоинская. Здравствуйте! Бюджет Одессы 2015 года принят. За него проголосовали 92 депутата из 93-х срегистрировавшихся на сессии Горсовета. В связи с нововведениями в законодательстве, а именно децентрализации власти, город в этом году получит 3 миллиарда 600 миллионов гривен, а это на 1 миллиард и 200 миллионов больше, чем в предыдущем. Распределить правильные бюджетные средства должна специально созданная комиссия при Горсовете. Она же в ближайшее время озвучит цифры бюджета развития города. Выделенные деньги пойдут на капитальное строительство и ремонтные работы. На очередной сессии будет рассматриваться подробный перечень объектов, которые будут финансироваться из бюджета развития. Пока что в бюджете развития только есть расходы на погашение кредиторской задолженности. Это почти 107 миллионов гривен, то есть это те объекты, те деньги, которые не прошли в конце года из-за казначейства. Одесситов ждут также новые расходы. Депутаты утвердили акцизный налог с конечных продаж, налог на имущество в части коммерческой недвижимости и транспортный налог. Акцизный налог будут взимать с торговых точек, реализующих спиртное, сигареты и нефтепродукты. Его ставка составит 5% от стоимости товара. Транспортный налог придется платить владельцам новых машин с объемом двигателя больше 3 литров. Их ждет налог 25 тысяч гривен ежегодно. Что касается налога на недвижимость, платить придется только собственникам квартир, чья площадь превышает 120 квадратных метров и домов площадью больше 250 квадратных метров. Все вручные средства останутся в городе. На них обещают отремонтировать дороги. Ранее муниципальные деньги перечисляли в столицу. Это не только новые источники формирования местных бюджетов, а инструменты, которые позволят местным громадам эффективно влиять на экономический рост и, соответственно, наращивать доходную базу. Одесская область с бюджетом на 2015 год. На сессии облсовета за него проголосовала большая часть депутатов, которая, к слову, раскритиковала документ. Согласно ему, будут введены новые налоги, а также изменены подходы к распределению средств. Андрей Циданко узнает больше. Децентрализация и укрепление самостоятельности местных бюджетов – такова характерная черта новой финансовой сметы Одесской области. Сельские советы города смогут сами зарабатывать, а распределят на всех сумму в 5 миллиардов 667 миллионов гривен. Это больше на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом областной бюджет сформирован, сбалансирован, учены все первоочередные расходы и первоочередные программы. И, кроме этого, дальше я остановлюсь более подробно, сконцентрирован определенный объем средств на бюджет развития. Также в бюджете области есть ряд других изменений. Здравоохранение и образование будет финансироваться за счет субвенций из госбюджета. Сумма равна полутора миллиардам гривен. Изменены также подходы к финансированию расходов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц коммунальной собственности. Если раньше мы с вами получали все субвенцию на данный вид расходов из государственного бюджета, ее объем составлял 130 миллионов гривен на всю область, то на сегодня эта субвенция заменена. Финансировать ремонт дорог и не только будут за счет налога, с реализуемых под акцизных товаров. Ранее эти деньги уходили в Киев, теперь 680 миллионов гривен останутся в Одесской области. Еще около миллиарда рассчитывают получить с налога на прибыль частных предприятий. Ряд депутатов назвал бюджет 2015 бюджетом выживания, ссылаясь на высокий уровень инфляции, не учтенный в документе. Тогда слово взял присутствовавший на сессии губернатор области Игорь Палеца. Бюджет все же приняли большинством голосов, а уже на следующей сессии депутаты будут обсуждать бюджет развития и финансирование конкретных программ. Андрей Цыганко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Ужаса одной дороги. Автомагистраль на улице Хуторской превратилась в капкан для водителей легковых авто, маршрутных такси и грузового транспорта. Машины проваливаются в яму, ломаются на ходу и стоят в пробках. Водители общественного транспорта собираются отказаться от маршрута, а люди, проживающие в Нате, Усатого и Нерубайском, рискуют потерять основное сообщение с городом. Юлия Федорова видела все своими глазами. В этом месяце Константин Симоненко принесет в семью в два раза меньше денег, чем обычно. Половину своего заработка он уже вложил в ремонт автомобиля. Виной всему дорога на Хуторской. Константин – водитель маршрутного такси номер 203. Говорит, скоро пойдет бастовать. Ездить по этой трассе рисковано не только для автомобиля, но и для пассажиров. Недавно его машина едва не перевернулась. Больше потерял, чем заработал и Анатолий. Он дальнобойщик. В СТО теперь проводит больше времени, чем на работе. Говорит, когда снег начал таять, дорога превратилась в сплошное болото. И все в глубоких ямах. Такая дорога непредсказуема и опасна. Невозможно ездить. Ломается все, что можно в автомобиле. На Хуторской вечные заторы. Объезжая ухабы, фуры не могут разъехаться. Валентин работает рядом на автомойке. Ходит на работу только в высоких резиновых сапогах. Каждый день он своими глазами видит, как страдают водители. Валентин работает здесь же, на шиномонтаже. Уже привык к тому, что водители маршруток застревают в ямах и высаживают пассажиров прямо посреди болота. На днях видел, как с маршрутки с 87-й выходили люди, толкали автобус. Это нормально? Местные жители рассказывают, что из-за разбитой дороги к ним часами добираются машины скорой помощи, а таксисты и вовсе отказываются сюда ехать. Сюда такси стоит 80 гривен в центре города. Виктория живет в Кривой Балке. Каждый день едет на маршрутке на работу и не знает, сможет ли вернуться обратно. Дорога на Хуторской как лотерея. Он просто трется дном. Он не может проехать чисто физически из-за глубины ямы. И это фура. Это даже не легковой автомобиль. Состояние дороги настолько ужасное, что здесь только на танке можно ездить. И все. Хуторская – одна из транзитных и востребованных дорог города. Весь грузовой транспорт в терминал Одесского порта идет этой дорогой. Она же основной выезд в город с Усатого, Нати и Нерубайского. Смотрите, пожалуйста, как скоро идет. Сергей – сотрудник строительной компании. Сегодня, в свой выходной день, он приехал сюда, чтобы хоть как-то утрамбовать грунт на дороге. Ведь больше некому. Тут же щепень был подсыпан. Его смыло водой. Его надо как-то в яму уложить. Если до конца недели коммунальщики не возьмутся за дорогу на Хуторской, автомобилисты и местные жители собираются перекрыть Киевскую трассу. Говорят, это не шутка. Юлия Федорова, Сергей Чумаков, 7 канал. Около 500 бойцов Национальной гвардии с Киева направились в Одесскую область на помощь пограничникам. Насгвардейцы будут охранять границу с непризнанной Республикой Приднестровья. Отметим, что до сих пор на рубежах стояли только пограничники. Основная задача гвардейцев охранять государственную границу и следить, чтобы в Украину не попали бандформирования. Напомню, ранее насгвардейцы охраняли границы только в зоне АТО. Теперь они должны усилить снаряды пограничников в Винницкой и Одесской областях для совместного патрулирования 500 километров государственной границы. За четвертую волну частичной мобилизации в Одесской области планируют призвать около 4000 человек. Все они пройдут соответствующую военную подготовку и лишь затем будут выполнять задания командования. Подробности у Александра Полуева. В рамках четвертой волны частичной мобилизации в Одесской области по плану командования вооруженных сил Украины необходимо призвать около 4000 человек. Востребованными будут танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители с категориями СДЕ, механики разных систем вооружения, специалисты по логистике, радиоэлектронной борьбе, медсестры. Отмобилизованные военнослужащие будут полностью обеспечены всем необходимым и займутся боевой подготовкой от початковой военнослужащей до боевого заложения подразделов. Сюда входят медичная, тактическая, вагневат, инженерная и специальная подготовка. Далее будет проведена фаховая подготовка за специальностями, длительностью 26 дней. После этого особый склад будет направлен в подразделы для проведения боевого заложения, термином 15 дней. Научающие центры в Киевской области, СМТ Девички, научающие центры, в основном артиллерийские специальности, научающие центры в Полтаве, специальности связку. Значит, навчальный загально-вейсковый полигон в Миколаевской области, селе Шеульяновка, это вейсковый полигон «Широкий Лан». По офицерам запаса это в основном наши курсы вейсковой академии, вместо Одессы, а также курсы кафедры вейсковой подготовки Державно-экологичного университета. По словам военкомов, призванные в четвертую волну мобилизации должны будут после подготовки сменить своих предшественников. Кроме того, визначено завдание также, протягом первого этапа четвертой черги мобилизации, доукомплектования и замены тех военно-забовязанных, которые были призваны в прошлом году, под час первой черги мобилизации, которая была в березне 2014 года. В 2015 году возобновили и призыв на срочную службу. Пока количество призывников для Одесской области неизвестно. В комиссариате лишь уточнили возрастные ограничения с 18 до 27 лет. Служить будут полтора года, призывники с высшим образованием – один год. Одесский волонтер открыли реабилитационный центр для всех, кто побывал в зоне боевых действий. Прийти за помощью туда могут как военные, так и их семьи – все, кто пострадали от войны в Украине. Моральная помощь будет осуществляться профессиональными психологами. Можно сказать, что люди возвращаются оттуда другими, с другими реакциями. Это очень сложно адаптироваться и где-то заново приходится налаживать контакт в своих семьях. Здесь мы будем заниматься реабилитацией бойцов из зоны АТО, также оказывать поддержку, помощь психологическую членам их семей. Это консультации психологические и это процесс терапии, то есть более глубокой работы с людьми, пострадавшими в результате конфликтов. Помимо психологических диалогов, терапию будут проводить и с помощью современных аппаратов. Для того, чтобы правильно подобрать параметры на этом приборе, там бегает такой как бы зайчик в глазах, иногда который мы тоже с вами видим. Ему настройкой вот этими регулировками нужно сделать так, чтобы зайчик не в левом, не в правом глазу был, а был посрединке. Если вам нужна поддержка волонтеров, обращайтесь по следующим номерам телефонов. 093-495-4910 или 068-628-9188. Помощь предоставляется бесплатно. У банка «Апортофранка» снова волнение. Десятки вкладчиков, которым должны огромные суммы, причем в валюте, снова требуют вернуть их деньги. Внутрь даже пустили инициативную группу из пяти человек. В кабинет к руководствам пришлось прорываться чуть ли не с боем. Кого просили отправить на нары вкладчики, смотрите в сюжете Анастасии Симоновой. Что вы хотите? Я управляющее. Вот совершенно верно, подождите, я сейчас позову. Вот и заведу. Подождите, дверь закройте. Вы закройте, вы закройте, вы закриваете дверь там. Хорошо, выйдем. Вы закрываете, что вы будете? Сегодня днем у банка «Апортофранка» снова бастовали. На встречу с дирекцией финучреждения попали чуть ли не с боем. Говорят, руководство забаррикадировалось в кабинете, но баррикаду прорвали. Все это время на улице люди ждали результатов и вызывали на бой. Красюк, выходи! Красюк, выходи! Красюк, выходи! Напомню, банк «Апортофранка» признали неплатежеспособным. Люди уже устали сюда ходить, многим не на что жить. А внутрь давно не пускают. Я перечислял зарплату июнь, июль, август. Я эти месяца все звонил. Говорят, да, все хорошо. У нас деньги, все хорошо, вы все получите. Но когда в августе я позвонил, уже последнюю зарплату перечислил, уже ехать домой. Мне сказали, извините, пожалуйста, мы не оправдали ваши надежды. У меня 140 тысяч долларов в этом банке положено. Долларов. Я писал заявление в прокуратуру, в милицию, в СБУ. Везде я указывал, что я готов пожертвовать. Я повторяю сейчас. Если мне вернут мои деньги, я готов пожертвовать на нужды армии 10 тысяч долларов. Никому это не интересно вообще. Сергей Петрович даже смог получить гарантированную государством часть вклада. Но всего 200 тысяч гривен и 140 тысяч долларов. Прокуратура и милиция бесконечно перенаправляют друг другу его документы и шлют в суд. Замкнутый круг. 20 лет в море, коту под хвост. Я остался голый босс и нищий. С 10 декабря прошлого года Портофранко начал выплачивать средства по тем договорам, срок действия которых истек до 29 сентября 2014-го. Деньги дают не всем. А если и дают, то суммы размером до 200 тысяч гривен выплачивают по курсу чуть больше 12 гривен. Но и это еще не все. Сейчас на 95 вкладчиков открыто уголовное производство. Люди, которые хотели сохранить свои счета, поделили для того, чтобы успеть забрать свои деньги. Они против этих людей возбудили уголовные дела. Причем прокуратура говорит о том, что вы являетесь мошенниками, вы хотите обокрасть государство. То, что государство нас обворовывает, мы должны улыбаться. Кладчики направляются и в прокуратуру. Крышу коронавируса! Крышу коронавируса! Крышу коронавируса! Там пообещали, прокуратура будет вести следствие, ведь заявлений очень много. Но эмоциям людей уже нет предела. Этот банк, Портофранко, уникальный банк. Такого банка, я ответственно заявляю, 182 банка в Украине, нет такого банка. В результате, после визита людей к дирекции банка, ни к чему конкретному не пришли. Никаких обещаний по поводу вкладов им не дали. История явно затягивается. Анастасия Симонова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. В четверг Украина отметит День соборности в Одессе на Потемкинской лестнице. Пройдет акция в честь этого праздника. Одесситы станут живой цепочкой в знак единого и неделимого государства. Больше расскажет Ольга Голодова. 22 января Украина отметит 96-ю годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Простонародий – День соборности Украины. А что об этой дате знают одесситы? День соборности. День празднования этого. Когда люди со всей Украины, из востока, из запада, из севера, из юга становятся вместе, и очень часто это перерастает в такие цепочки от одного города к другому. И правда, завтра на Потемкинской лестнице в 6 часов вечера две группы людей создадут живую цепь в знак единения Украины. Также одесситы зажгут свечи в память о погибших героях, сражавшихся за территориальную целостность Украины. Одесситы, выходьте, покажем, что мы не спим, мы не байдужи. Вот этот лентюк единостей, он должен объединять и поддерживать всех тех партнеров, которые сейчас пребывают там, в зоне АТО. Ольга Голодова, Алексей Барановский, 7 канал. Переселенцам-колясочникам из санатория аспиранцев Сергеевки медицинскую и социальную помощь оказывают на низком уровне. Об этом в ходе брифинга заявили сами переселенцы и представители Европейской ассоциации прав инвалидов. На данный момент им нужен врач-терапевт. Также переселенцы хотят, чтобы им выдали документ, в котором будут закреплены их социальные гарантии. Они хотят хотя бы подтверждение каких-то протокольных решений штаба или полномоченных органов, для того, чтобы было гарантировано то, что они просят. Руководитель штаба по вопросам социального обеспечения вынужденных переселенцев говорит, что сейчас решить вопрос не так просто. Решали вопрос с переселением в те места, где есть питание. Вопрос решен на сегодняшний день. Не знаю, надолго ли. К сожалению, нет руководства санатория аспиранцев. Вопрос медицинского обслуживания и социальной защиты – да. Есть такой вопрос, так давайте его решать совместно. Официальные документы, касающиеся медицинского обеспечения и социальной защиты переселенцев-колясочников, смогут подписать только с 1 февраля. Комиссионные выезды в санатории Сергеевки будут осуществляться с февраля. Почему? 31 января заканчивается последний день, когда мы сдаем свои годовые отчеты. Наши корреспонденты продолжают экспериментировать. Сегодня они приставали к людям и заставляли их обниматься. Любовь и хорошее настроение одесситам в Международный день объятий дарила Анна Грынев. Новостная лента переполнена войной и кризисом. Настроение у украинцев не самое лучшее. Но мы попробуем это изменить. Одесситы, берегитесь, седьмой канал идет вас обнимать. Итак, день объятий считается открытым. Первый пошел, потом второй, третий, четвертый. Вначале люди немного смущались и удивлялись. А когда понимали, что происходит, обнимали еще сильнее. Некоторые даже слишком сильно. С Международным днем объятий мы поздравили и людей, которые выполняют повседневную важную работу. Водители маршрута номер 175 теперь станут чуточку добрее. Вы делаете очень большую работу. Мы будем обниматься. Спасибо. Сейчас наш корреспондент готовится к следующей съемке, к опросу. Мы сейчас пойдем ее будем обнимать втихаря. Итак, полчаса на Соборной площади и в объятиях у седьмого канала побывали 38 человек и одна собачка. Давай, дружок, обниматься с тобой. Прохожие реагировали на наши неожиданные предложения и настороженно, но в основном с улыбкой. И в итоге соглашались обменяться хорошими эмоциями. Чуточку тепла мы подарили практически всем, кто находился на Соборной площади. В такое непростое для нашей страны время так важно помнить, что мы один народ, что мы должны друг друга поддерживать и периодически обнимать. Ну и не забывайте, что объятия и поцелуи продлевают жизнь. Мы любим. Одесса – это наш город. И мы любим этот город. И никто его в обиду не даст никогда. Как я, эту девушку. Я ее лично в обиду тебе уже не дам. Все. Все, включай. Вас обнимают Анна Грынев, Дмитрий Бондаренко и весь Седьмой канал. На этом наш выпуск завершен. Обнимайте чаще своих близких. Удачи вам и берегите себя. Спасибо.